Новый штамм коронавируса Омикрон, который вовсю гуляет по планете, добрался и до Псковской области. Первые случаи уже зафиксированы в регионе. Ну как можно говорить об Омикроне, когда вокруг такая красота? Но придется. Сейчас будем опрашивать псковичей на тему, что они ожидают от Омикрона. Я слышала, что все не очень с ним хорошо, но... А что слышали вот конкретно? Говорят, что у людей немного острее заболевания проходят, то есть в этом плане. Но в принципе сейчас уже вроде как все стихло. Мне кажется, что все намного лучше, чем было, допустим, полгода назад. Но вы знаете, что Омикрон, что там уже зарегистрировано в Псковской области официально? Может локдаун? Вот как думаете, будет у нас локдаун? Надеюсь, что не будет. В любом случае, надеюсь, что не будет, потому что сейчас только-только тепло становится. Люди уже вроде как сезон заболеваний уже прошел, уже переболели все, кто мог, мне кажется. Но возможно, что снова что-то запустят с весной, может быть, в целях безопасности. Но сейчас везде уже и QR-код, да, то есть везде система уже запущена. Я слышала, что вроде как с нового месяца даже уже в торговые центры особо не сходить будет без QR-кода, да? Все говорят, что будет, но, надеюсь, переживем спокойно. А что может быть? Ну, может, заболеть многие могут. Но новые ограничения могут быть? Могут быть. И локдаун? Ну, надеюсь, что не будет. Мне кажется, сейчас большинство населения прививаются, и, скорее всего, это как-то ограничит развитие. И лично я, скорее всего, не опасаюсь, скорее нет, чем да. Почему? Ну, потому что стараюсь вести здоровый образ жизни, привита, вот, и по этому поводу, так сказать, себе голову не сбиваю. Ну, достаточно других каких-то забот, чтобы думать об этом. Ну, придерживаюсь всех правил, стараюсь. Все передачи выключаю, кто-то про него начинает говорить. Что? Да, это на нервы действует. А вы прививку делали? Нет. А про омикронштамм слышали? У нас вообще омикронштамма касается опроса. Меньше внимания, меньше... Ну, так люди болеют как? Родики ходят. Вы не боитесь? А чего вы мне уже? Восьмое-десяток, все боятся мои родители. Так вы в зоне риска, подождите. Может, прививку все-таки? Нет. Он очень сложный. Почему? Потому что он протекает очень быстро. Инфекция идет, заражение. Может, он легче где-то протекает, но последствия его хуже. Ну, и вот какие от вас лично рекомендации бы были? Вот что надо делать нам всем вместе? Убиваться и соблюдать ген. Новых никаких, я думаю, не будет. Почему? Локдаун закроет Псковскую область. Ну, это уже было, уже в начале эпидемии коронавируса. Так и еще раз, начнут все болеть, а раз и завтра. Ну, может быть, но это не новое. Но это уже было. Я опасаюсь, конечно, за здоровье ребенка, за то, что опять школу закроют на карантин. И, естественно, муж ходит на работу, и он, конечно, может с работы нам принести это в дом. Хотя у нас семья привита, профилактику проводим, но все равно. Я думаю, что эта новая волна все равно будет. И будут какие-то ограничения? Лучше все. Школу все-таки закрыли нафиг. Навсегда. Ой, а как вы пережили дистанционку? Тебе понравилось на домашнем обучении быть? Да. Да? А вот маме-то, я думаю, не очень. Как вы дистанционку пережили? Мы дистанционно спокойны, потому что я не работаю. Ну, и работающим мамам, конечно, это очень сложно. Мы дома занимаемся, дома приходим, мы успеваем, когда дистанционка. Ничего хорошего не ожидаю, но мы все победим. Мы же псковичи, сильные люди. Иммунитет у нас хороший, мы северный, поэтому нам ничего не страшно, бояться нечего. То есть вы думаете, никаких новых ограничений не появится? Я думаю, что нет. Уже все, что можно, уже, как по-моему, пережили. Медицина у нас справится, они уже имеют практически опыт, поэтому все будет хорошо. В себя очень сильно верю, что мой, так сказать, здоровый дух, в общем-то, этого не замечает. Я действительно это не переболел, хотя, как говорится, вокруг моих действительно родственники переболели. Даже новый, старый, честно говоря, не ощутил и не собираюсь ощущать. Меня не пугает, потому что я привился, и я думаю о том, что мой организм с этим справится. Но у нас очень много непривитых. Я думаю о том, что, конечно, новый штамп, он более заразительный, и, к сожалению, мы будем ожидать всплеск. Также, мне кажется, стоит ожидать новых штампов, потому что вирус, очевидно, мутирует. И я думаю, что это главный вызов будет 2022 года, как раз появление новых штампов. И, к сожалению, возможно, будут те штампы, от которых прививка будет уже обессилена, нужна будет новая вакцинация. Мы понимаем, что мы живем уже второй год с данным вирусом. Ну, если мы сами о себе не позаботимся, ну, ни государство, ни кто иной не позаботится о нас. И, безусловно, это неукоснительное соблюдение санитарных норм. Я думаю, что с приходом омикрона сильных изменений в поведении людей мы не заметим. Дело в том, что ситуация длится уже достаточно долго. Сначала был классический ковид, потом был дельта-штамп, и люди привыкли. Люди привыкли носить маски. Кто-то привык, что нужно вакцинироваться. Кто-то, наоборот, устойчиво считает, что не надо этого делать. Люди за это время уже видели разные антиковидные меры. И тут, наверное, сложно удивить и придумать, если опять будут вводиться какие-то ограничения. То есть все это уже было. Но, с одной стороны, это привыкание. Хотя, с другой стороны, наверное, все-таки копится стресс от этих ограничений постоянных. Что приходится себя как-то сдерживать, ограничивать свободу передвижения. Но посмотрим. Дима, это Ассоль? Да. Она же должна быть повернута в другую сторону. Ждет появление омикрон-штамма Псковской области. Как мы выяснили в ходе опроса ПЛН-ТВ, псковичи появление омикрона особо не пугает. Все настроены позитивно. А результаты аналогичного опроса на сайте плн24.ру вы видите на своих экранах. Не болейте и будьте здоровы!